все пополам все пополам все привет это бывшая семья бубочек которых больше не существует давайте что сделаем как это называется когда на поминках вспоминают как это называется но когда кто-то умирает потом вспоминать как это называется это поминки поминки сегодня день поминки нашей бывшей так ну что все уже кисель взяли так подожди наш товарищ да я не знаю добавится ты потом виду он добавится там будет написано хорошо вместо идет кисель я ставлю это допоминать тему через негативную лично почему негативная господи даже счастье негатив это был бы если вы с тобой до сих пор жили вместе а сейчас то не негатив сейчас это большой праздник сейчас это огромный праздник раньше это было тяжело раньше это было грустно больно гнусный ты был чертом чертом а сейчас ты прекрасный человек потому что ты больше не мой муж успокойся почему ты такой злой почему бред вся жизнь лишь цепь а мелочи вне звенья это не очень это праздник сегодня день матери кто кое-кто пришел есть мои сырники понимаете он должен был мне сам с утречка уже стоять готовить я не вижу валерка может читать я не вижу что пишет а где вами джутаты дома нормальных нету нету нормальных чашек только вот такие под узбекский плов просто добавился или нет я просто тебя если честно не вижу работу 1 где так ну что сейчас собирается вся тусовка ой спасибо доченька алё привет алё алё здорово блин прям рапунца не хватает вот так и живем ты показал про узбек узбек о а эту кошку съесть можно они же все едят кроме людей да так ну и что как делишки кстати у вами представляете ваню заблокировали у ваня такой красивый такой одинокий такой молодой богатый богатый скажи богатый такой богатый мы должны все на него подписаться подписывайтесь пожалуйста на меня ребят а то он такой молодой такой одинокий с кошечками ваня чё ты не стареешь ты как пять лет назад выглядел так же и выглядишь ты чё не стареешь это потому что он сексом не занимается сексом не занимается это секрет долголетия наоборот сексом надо заниматься да ты чё да я думаю чё так постарелась она не знает что это такое да ты не знаешь что это такое секс в ее жизни это редкость ты знаешь как Валерка ушел он был такой огонь в ее жизни был только один секс смотри бегает рядом как говорила Беатриса это же понтовые шутки я лучше шучу ну садись тогда и шути и вообще я крутая это мой инстаграм я шучу там я тут хозяйка так хозяйка Валер ты куда ща ща приду он выматывается отсюда не 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 он сейчас этот покажет где секс что это такое реклама реклама ну ка реклама не уйдите тебя я не реклама беру вся статуя такое ощущение как будто использованное ну ну и пользуются ребята я не могу показать свой инстаграм поэтому вот пишет Вань когда женишь ты уже вот пишет Вань когда ты женишь я не буду жениться никогда почему я не потрачу свою жизнь смотри на этого бездого несчастного как он плохо стал выглядеть после развода он так же выглядит плохо это же так прекрасно я наоборот похудел кстати да он стал лучше выглядеть после развода Валеру честно мне Валера больше нравится когда он был жирненький да более осмысленный был жизнью такой более умный какой то солидный мужчина как будто он директор завода раньше был богатый богатый а сейчас кто сейчас армянскую футболку сейчас тинейджер я ему знаешь что говорю я говорю Валера ты больше не худей я говорю ты как мечта педофила в смысле оба ну нельзя быть таким худеньким ну блин знаешь он просто мои капсулы для похудения пьет у меня еще пол заедет ну и что что расскажешь а что рассказать вам я на море у нас уже вечер вот набережная прогуливаю ел креветку вкусно красиво пляжная зона на море едете приезжай на море Валера Валера ездишь ты я еду на море не знаю как он но я точно еду на море не отпустите меня у меня из окна конечно же не море но как бы тоже красиво ну неплохо да а у меня вот так вот а у меня вот так на море не знаю когда Валера поедет может в 2026 он кстати планировал в Одессу в Одессу в Одессу на море Валерон скажи мне пожалуйста на дом 2 возвращаешься я вернусь только если ты вернешься Иван это мой ребенок ничего отправим Валерку на дом 2 заживем нормальной жизнью будет будет нас спонсировать потому что Валера блин добычек он по другому же не может он добычек он реально зверь он как на улицу не выпустил он как добудет все что надоело что надоело что надоело даже если иметь кучу ты все равно тебя просрешь я через 3 часа пледу чтобы готовы были ты что как я буду жить без тебя 3 часа мне плохо он уйдет на 3 часа покажи Валеру а куда ты собрался все в той же курточке все хорошо Алло Алло Седой перезвони Алло Давид сделай бомбу Валера ты что реально на 3 часа пледуешь давай речь давай а ты мне капли купил европейский пошел богатый наверное а ты рядом с европейским живешь я да ты тоже богатый но он ко мне приезжает я очень бедная слушай а ты можешь Валеру взять нет ты что в моей короме никогда блин ну это когда я уеду потому что я ему уже один раз давала ключи от своей квартиры вон там телок в спинках на моем диване блин я его сама покупала на диване главное что не на кровати на диване ладно да на кровати наверно тоже просто за кровать на диван было Валера было было на моей постели в моем мерседесе он телок шпикал в моем мерседесе телок шпикал я об этом не знала так еще и потом у меня в квартире это делала представляешь по кабине нет а что Годи в этом нет ничего такого она это для хайпа говорит да нет в этом нет ничего такого но это же было 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 но прошло следы преступления остались следы преступления остались вот не написали ты заслуживаешь чтобы тебе изменяли нет я не заслужила просто этот мужчина не мой был это не такой мужчина нехороший слушай Тат скажи пожалуйста прощальный секс был с Валерой? ой нет у нас секса даже во время брата не было не то что прощального секса знаешь как раз в год и палка стреляет вот это про меня а у Валерки был секс? у Валерки было много секса в моей машине пока меня не было у меня в квартире у Валерки все было хорошо даже когда я спала вот прям за соседней дверью тоже у него было у него все хорошо у него очень разнообразная сексуальная жизнь это мы просто как-то слушаем там кстати этот как вам в интернете ходил слух по поводу ихнего романа с Рапунцель ты что-то слышал? смотри слушай я такая выхожу в машину открываю дверь а там голос вот такой я такой вот достаю достаю думаю кто же эта сука потом смотрю уже километр второй третий четвертый грах сука это была Рапунцель Рапунцель за старое взяла за сайт отсидит за полы нет ладно если честно если честно вот без шуток без всего я считаю что Рапа она очень изменилась кстати в какую сторону? Нет, она стала очень хорошая Она стала добрая, нежная, искренняя Это в какой момент произошло Когда закрыли все эти интернетные сплетни По поводу бизнеса ее Интернет Я так сильно не интересовалась У тебя, видимо, была подписка куплена Я тебе больше скажу У меня еще тогда Когда рапа промышлял о бизнесе У меня еще в тот момент были кассеты У тебя еще и кассеты сохранились Да, у меня есть кассеты Еще и этот Фильмоскопик можно смотреть Если честно, я смотрю на рапу Я считаю, что она молодец Она все равно, ты знаешь, вот они с Димкой Вот как ни крути, вот если честно Как ни крути Вот их с Димой там очень много травили Но они, несмотря ни на что, все равно Они молодцы, они любят друг друга Много ума не надо Родить Слушай, ну это я по себе знаю Что много ума не надо Не учи Не учи ученого, пожалуйста А еще с этим Димкой алкашней связалась Бедная рабка наша Я помню, когда своих рук кормил Ой, не знаю Я, быть, вижу, уже про них забыла Мне даже кажется, что они нормальные Советы на любой Хочу, чтобы у них все было хорошо Главное, чтобы было по-настоящему Потому что, ты знаешь, вот все про нас с Валерой думали Что мы типа настоящая семья И даже когда мы развелись Даже половина людей не поверили Даже вот Саша мне написал Я до сих пор не верю Или это Вот А они как бы Мы вроде такие крепкие были А где наша семья? Ну и слава богу, что развелись Но все равно А они до сих пор вместе И дай бог, чтобы они вот Раба молодец Она на квартиру скопила Кто? Раба? Да На какую квартиру? На съемную? Нет, они скопили на покупку жилья Вот А, они с 15-го года сидят Там уже с 19-го За 4 года можно было Они собрали уже Да Ну этап, этап По-любому Раба на заработок 100% Да ладно Ну давай не будем Пасов-то не говорить Так мы неплохое говорим Мы факты Я считаю, что Раба Я, кстати, крат Не то, что я никак к ней не отношусь Но плохо я к ней тоже не отношусь Я желаю ей удачи Тем более на беременниках Пускай у нее все будет хорошо Она Знаешь, время меняет людей На самом деле Я тоже раньше была Помнишь, какая дикая? Ну я просто была очень любила Я просто очень любила А сейчас я не такая Так ты и сейчас дикая Тада, ты и сейчас дикая Нет Просто меня никто не доволит До чего? До чего тебя не доволят? Вот как-то так Я, честно Переживаю за волю А я очень переживаю За твой бизнес Как проходит Твой бизнес Барзиков Косметикс Всеволюхо Ваши Косметикс Сейчас Удалили из инстаграма Мой Барзиков Косметикс А, да ладно Вот эту страницу и удалили? Да Я думала У тебя отдельная Охренеть Ну ничего страшного Не отстраивайтесь Знаешь Теперь есть стимул Нормально Я, кстати, частенько В гипах участвовал В прошлом Я уже там Раскрутил почти 600 тысяч было Подписчиков Да Молодец Правда Один гип Где-то тут Да Там есть хорошие гипы Но они Вот сейчас у Собчак Кстати Я хоть тоже думала Брать У них есть хорошие гипы Вообще бомбовые В коллаборей У Собчак Я участвовал Вот Тот, кто организовывает Главное Ты разберись Кто там постов делает Кто была Собчак И еще одна девчонка Ей пост удалили Они ничего не делали Ну В конце концов Там обещали 120 Горем пополам 90 Там добили Еле-еле Охренеть Да ладно Я просто как раз хотела Вот тоже с какой-то девчонкой Я хотела зайти Вот она была И какая-то девчонка Но я потом у тебя Спешу Круто Не Вот кстати Гипы Они очень тоже Сильно убивают Да Поэтому Надо быть Понятненько Короче Вы все поняли Что надо на Ваню Подписываться Да Подписывайтесь на Ваню Спасибо Тата За скромную рекламу А 16 тысяч Те которые у меня есть Те на тату Подписывайтесь Все ко мне Срочников Все ко мне Кстати Все ладька Тату Я тогда этот Полетел Давай Бетечка Че ты туда лезешь Все давай Целую Звони Пока-пока Давай Давай Так А вы со мной Останетесь Мои подписчики Бетя Не трогай Пожалуйста Не трогай Пожалуйста Доченька Этого делать Нельзя Так Ну что Всем привет Все ушли Теперь мы с вами Вдвоем Ой Вдвоем Нет Нас много Это у меня свет Какой-то дурацкий Нет Мне надо его отключить Некрасивая С этим светом Стремно Выглядит Тата Ты супер Кстати Девочки Я вас всех хочу Поздравить с праздником Не только Мам Которые сегодня Являются мамочками Но и будущих мам И настоящих Нынешних мам Будущих Я вас всех Поздравляю С нашим праздником Большое-большое Спасибо Боженьке Что нам дали Такую возможность Почувствовать Это счастье Это очень круто Это очень здорово И поэтому Я Я вас всех Поздравляю И пускай Это будет Не наш Чтобы у нас Еще с вами были Детки Обязательно И еще Внуки Правнуки Чтобы мы могли Продлять свой род Это очень круто Это очень Блин Я очень счастлива Я вас всех Поздравляю С днем С днем Мамочки Пускай 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 Каждая мамочка Будет здоровая Сильная Красивая Успешная Чтобы всегда Чтобы мы Несмотря ни на что Всегда могли Поднять своих детей Нынешних мам Ну в смысле Нынешних Которые на сегодняшний день Я являюсь мамами Есть же Будущие мамочки Которые там Еще не беременны У них еще нету Деток Которые только будут Да Это будущие мамочки А нынешние Это вот как я Допустим На сегодняшний день Я являюсь мамой У меня уже есть ребенок Ну и куча Других девочек Которых тоже На сегодняшний день Уже есть детки I never ask you for nothing I have no idea What are you talking about Так Куда ушел Валера Не знаю Куда ты подела Таточка Красотка С праздником Спасибо Тата Зачем так отпустилась На все обозрения Как некрасиво Шутила над человеком Слушайте Я ничего Я не считаю Что-то плохое сказала Кажется Свой юмор У меня юмор такой Кому-то нравится Кому-то нет Так Каких отношений Ты хочешь Что-то Я хочу отношений В какой-то степени Наверное Папы-дочки Чтобы за мной Чтобы за меня Любили Переживали Ухаживали Как за ребенком Какой сейчас Тональный крем На мне сейчас Тональный крем И в Сен-Лоран Но Я просто очень белая И конечно Немножко по-другому Сидят цвета Ты Валеру Сильно Сидят Ну знаете Я его стягу Не с злости А с любовью Потому что Я реально Очень его люблю Как своего брата У меня нет к нему Хотя он меня Очень сильно обижал Вы как женщина Вы можете понять То, что я переживала С ним Это ну мало приятно Но я все равно Нашла себе силы И все равно Не просто я себе силы Я просто его больше Не люблю как мужчина И поэтому могу С ним нормально общаться И он ко мне может Приходить ему Когда он хочет И разговаривать Общаться с ребенком И у меня нет Я к нему отношусь Как к братану То есть мы шутим И играем И может быть Я его слишком много Подкалываю Но это не со злости И не от обида Просто смешно Так Гоу в эфир Со стороны Давайте вот кого-то Я добавила Александр Шапков Так Любимая партия У меня их несколько Садочка, дорогая С праздником Подскажи Какой фирмы Твоя сумка Черная С красно-белой Надписью Черная сумка С красно-белой Надписью А-а-а Лабутен Это лабутен Это сумочка Лабутен Точно Я вспомнила Такая она вот Да? Широкая Ну конечно У вас общая доченька Нужно жить дружно Чтобы в эти росла Любви Дружбе Тоже так считаю Потому что В любом случае Я выхожу замуж И я бы хотела Чтобы Чтобы Когда и Валера Женится И чтобы мы могли Нормально праздновать В месте праздник То есть если это Новый год Чтобы и Валера мог прийти И его семья могла прийти И так же Ну короче Мне бы как-то хотелось Так, чтобы мы всегда Нормально общались У Валерки Я очень люблю Валеру Но у Валеры Есть одна проблема За что Кстати Я его всегда Прощаю Это за то Что у него Он духовно Неразвитый человек У него душа Не маленькая Но Души у него нету Но он в этом Не виноват Так просто Сложилась Жизнь Так Новый год Где будешь отмечать Я не знаю Я думала Что мы будем здесь Все вместе Но я маму просто жду Не знаю Хочу чтобы Мы с семьей отпраздновали Новый год Так вообще в Америке Должна По плану Должна быть там Вот Поэтому как-то Вот так Что Так Когда Валерия пойдет Когда он пойдет Мы пойдем в ресторан Так Ну что Поболтаем с вами еще Или что-нибудь Поделаем Валера Не преданный Человек Но он не преданный Потому что он потерян Он сам не знает Чего хочет жить Он пока еще не готов Я думала Что ему эта жизнь Не просто так дана Ему нужно Какой-то урок Я считаю Что мы все Как бы У нас происходит Некая реинкарнация То есть по-любому И вот душа Она должна вырасти Чтобы пойти дальше В следующей жизни И как бы ему На данный момент В этой жизни Дано очень много Преимуществ И очень много Талантов Я бы сказала И харизма Он очень харизматичный И очень талантливый Но он не знает Как себя реализовать И он Ему надо душой вырасти И вот когда он Душой вырастет То в следующей жизни У него все будет хорошо Мне так кажется Наверное Ты когда ему это говоришь Он ржет конечно Он считает Что я говорю глупости Что это все неправда Что это Ну как бы Типа бред А я считаю Что духовное развитие Очень важно Очень важно Потому что это определяет Твое отношение к жизни Это определяет Твое отношение к людям И это определяет Ответственность Потому что Духовно развитые люди Они более ответственные И Валерия нужно Он в чем-то Очень ответственный Но в том чем не надо Ну нет Тоже надо Но как бы Есть еще Помимо этого всего Еще разные Других пунктов Которые тоже нужно Воплощать в реальность Тазочка Ты вообще кушаешь Девочки Я не то что кушаю Я такая стала свинья Я вот эти дни Наверное буду с вами Потому что я вообще Не буду есть Ну буду есть Точнее Ну что-то очень полезное Или такое что-то Я не знаю Но первые два дня Мне точно нужно разгрузочных Я ем как слониха Я в Италии ела Как просто Как будто мне никогда В жизни В этой жизни Никогда никто не кормил Я будто бы еду не видела Я еще в Америке Это чуть-чуть поправилось Но как бы Было еще все ничего Нормально Но поправилось там Чуть-чуть и все А в Италии Я уже горщинула И я приехала в Москву Я тоже стала ходить По грузинским ресторанам Потому что Я очень соскучилась По грузинской кухне Я что-то навернула Столько хинкали Столько хачапури Столько всякой дряни Что это просто ужас Теперь я толстые Себе чувствую Я больше не буду кушать Я сколько вешу Не знаю Не вставала на весы Потому что очень боюсь Увидеть страшное число После того Как посетила монастырь Что почувствовала? Вы знаете Я не могу Не знаю Но просто Мне очень там понравилось Из монастырей В которых я была Если честно И я советую Наверное Каждому поехать Я ездила В мужской монастырь Кикос Он находится Где-то 1900 или 800 метров Над уровнем моря Над уровнем Да, моря Ехали мы туда Очень тяжело Потому что Там очень жесткий серпантин В бетечке моей Было очень плохо Но я вообще Ни разу не жалею Что я попала В это святое место Там висит икона Божьей Матери Которая С закрытыми глазами Почему она С закрытыми глазами По поверью Сейчас я вам расскажу Ой Это кстати Это я после этого Кстати Блин Девочки Я всем туда советую Поехать Сейчас Сейчас найду Монастырь Ой, как круто Теперь у меня два телефона Как раньше Так Так Сейчас Вот Короче Смотрите Чудеса Кикской иконы Божьей Матери Я там была Это находится Вот я вам сказала 1800 метров Над уровнем моря Высоко В скальстых ущельях Тродос На западе Кипского острова Расположен Богатейший Монастырь Кикас Там происходят Настоящие чудеса История аббатства Наполнена Невероятными Происшествиями В святом месте Находится Мировая легенда Которые кстати Едут со всех Со всего мира И неважно Какой-то религии Кикская икона Божьей Матери Согласно Древнейшему Преданию Кикская икона Божьей Матери Была сотворена Апостолом Лукой При земном существовании Девы Марии Она же Собственно Ручно Благословила Эту святыню В мире Христианство Различают Три разновидности Образов Богородицы Елеуса Милостивая Аранта Возносящая молитвы Иодиктирия Направляющая На путь Кикская легендарная Икона Божьей Матери Хранящаяся На Кипре Относится Килусе Отличие в том Что лики святых На образе Соприкасаются Это символизирует Беспредельную любовь Ко всему живому Что есть на земле Сейчас подождите Короче В чем заключается Тут просто Лишнее много воды Информацию Там смысл в чем Смысл в том Что У этой иконы Закрытые глаза На нее нельзя смотреть По поверию Любой кто Посмотрит ей в глаза Как бы останется Слепым И Даже когда Идет Апостольская ночь Или как называют Когда все выходят На службу Это один раз в год Бывает И открывают глаза Но никто Не вправе Ей смотреть в глаза И там Помимо Там во-первых Ее мощи Лежат в этой церкви Представляете Богоматери Мощи И помимо ее Еще сто других мощей И вы там стоите В очереди Короче Чтобы попасть К этому Ко всему Чтобы попасть К этим иконам И я отстояла Две очереди Продержала Там Я заряжала Некоторые предметы И прикиньте Я отстояла Только две очереди А зарядила Три предмета И из этих трех предметов Один я потеряла Сразу же И только два Вот остались со мной Причем Они в такой степени Всегда со мной Что Одну иконку Отдала маме Она у мамы Знаешь Всегда Рядом с ней Оказывается А я зарядила Свой амулетик И где бы я ни была Я так засовываю Руки в карман Он везде со мной Представляется Но я в это верю Как бы Здесь уже Тут уже верить Не верить Дело пятое Десятое Но я очень счастлива Что я попала В такой монастырь И называется он Кейкос И я вот Многим советую Туда поехать Звука нет А сейчас есть звук? Маму добавлю Так Сейчас подожди Теперь зайду